Есть замечательная фраза «Дети – наше будущее». Поэтому ежегодно администрация города из бюджета выделяет деньги на ремонт школ. По традиции, глава администрации города Борис Беляев проверил готовность учебных заведений к новому учебному году. Можно с уверенностью сказать, что летом проделана качественная работа. В школе сделано очень много. Мы приобрели материально-техническое оснащение, очень много купили пар для детей регулирующих. Проекторы купили. Очень большое мультимедийное оборудование приобрели. Интерактивные доски. Окна были заменены на 289 тысяч. Потом боковую стену, она у нас была проблемна. Боковую стену мы заложили. Во многих учебных заведениях акцент был сделан именно на замену старых деревянных окон на современные пластиковые. Также закуплены новые мебель для учащихся, оборудованные спортивные залы всем необходимым. В школе номер 10 в этом году будет действовать мобильный класс для кадетов. У каждого ученика будет стоять ноутбук. Также в школе существуют коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим был приобретен гусеничный подъемник. Покажаем сюда и поднимается спокойно. Своей стеной. Да, да. Девятая школа порадовала светлыми классами с интерактивными досками и просторными коридорами. На ремонт было выделено 2 миллиона 377 тысяч рублей. На эту сумму заменили 135 окон, отремонтировали туалетные комнаты, сбили новые парты и стулья. А также оборудовали комнату для релакса. Хорошо, красиво. Отмывали, работали хорошо. Ну и внешний вид. То есть остались подсобные помещения. Вот остался актовый зал, но там позже. В этой школе планируется грандиозное событие. К учебному корпусу хотят пристроить спортивный зал ангарного типа, площадью 44 на 26 квадратных метров. Это действительно огромное событие как для школы, так и для всего города. А где школа? А школа будет здесь, да? Ну вот сюда заходите. Нет, вот так, наверное. Это с улицы вход. Это вот, если я так понимаю, вот где детский садик. В 12-й школе закончен ремонт в корпусе вечернего обучения. Около 50 тысяч рублей было потрачено на туалетные комнаты. Установлены новые двери и откосы. Планируется асфальтирование перед входом. Вот здесь полдня надо асфальтировать. Много асфальтировать. Наши фантики. Фантики вам. Вы без фантику сделаете. Сколько это надо. Учебные заведения почти готовы к началу занятий. Ни запаха краски, ни строительных отходов. До начала занятий остались считанные дни. Школьники наверняка мечтают прийти в отремонтированные классы. А педагогический состав уже ждет школьников для их обучения. В новый учебный год мы идем с хорошим настроением, с прекрасным коллективом и с добрыми, доброжелательными родителями, которые поддерживают нас во все времена и всегда. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.